Астанинский городской филиал Нуратана избрал делегатом съезда президента Казахстана лидера партии Наршултана Назарбаева. Как ожидается, одним из вопросов повестки съезда станет выдвижение кандидатуры от партии на предстоящие президентские выборы. Назарбаев на прошлой неделе признался, что в его планы не входило участие в досрочных президентских выборах. Но многочисленное обращение избирателей с просьбой баллотироваться, вероятно, повлияет на принятие окончательного решения президентом. Само выдвижение ЦКР Атмайшев, подавшее заявление в Центризбирком о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Казахстана, не пришел на назначенный на сегодня экзамен по госязыку, сообщает Интерфакс Казахстан. В настоящее время комиссия выясняет причины его неявки. Между тем, сразу четверо претендентов на пост главы государства не смогли сдать экзамен на знание госязыка. Речь идет о 43-летнем военнослужащем из Алматы Ержане Сергазине и еще трех самовыдвиженцах Канате Жумане, Есенбеке Уктишбаеве и Улихане Кайсарове. В то же время претендент от Коммунистической народной партии Казахстана Тургун Суздыков необходимый экзамен сдал. Всего в Центризбирком поступило 14 заявлений об движении. 13 человек воспользовались правом на самовыдвижение. Один кандидат выдвинут от Коммунистической народной партии Казахстана. Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 26 апреля. Военные Великобритании и США обучат штабы Казбрига и Казбата в ходе учения «Степной Орел-2015», сообщил КАСТАК. Учение «Степной Орел-2015» пройдет в два этапа. Британская команда инструкторов во время первого этапа обучит Казбат следующим ротным задачам. Патрулирование сельской и городской местности, общественный порядок, контроль толпы и беспорядков, безопасность базы, операции по конвоированию и другим. Между тем, Национальная гвардия Аризоны обучит военному процессу принятия решений для штаба Казбат совершенствованию пункта управления роты, тактической связи, обращению с взрывчатыми веществами, эвакуации пострадавших воздушным и наземным путями. «Степной Орел-2015» пройдет в апреле текущего года на базе учебного центра «Илийский». О городских событиях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Продолжим выпуск. Департамент ПЧС распространил на завтра штормовое предупреждение. Ночью 11 марта по Актюбинской области и городу сохранятся осадки в виде снега, метель, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям воздержаться от поездок за город. Пасмурная неделя ожидает актюбинцев. Практически все будние дни со вторника по пятницу температура воздуха будет варьироваться от 0 до минус 2 градусов по Цельсию. Ночью от минус 5 до минус 16. Сегодня ночью возможен снегопад, а 12 и 13 марта небо будет затянуто облаками. И лишь в выходные ожидается ясная и довольно теплая погода. Сегодня в течение ночи вот это все, снег, ветер, это все закончится. То есть ночью еще по городу будет небольшой снег. По юго-востоку области ожидается снег, метель, гололед. Но к утру все это закончится. Температура ночью будет 2,7, местами 10 мороза и днем 0,5 мороза. 8 марта скончалась пострадавшая при взрыве газа в поселке Родниковка женщина. Напомним, 5 марта в Родниковке взорвался дом. Как утверждают местные жители, взрыв и последующий пожар произошли из-за утечки природного газа, подведенного к большинству домов поселка еще в декабре прошлого года. Взрыв произошел во время ремонтных работ по удалению конденсата из труб. Единственная остававшаяся в доме женщина получила около 80% ожогов тела. Врачи БСМП несколько дней боролись за ее жизнь, но из-за сильных ожогов и переломов пострадавшая скончалась. У него была еще комбинированная травма, плюс у него переломы костей, по-моему, правой или левой голени. Считается комбинированной травмой. Состояние шока, крайне тяжелом состоянии. Больная была госпитализирована сразу в реанимационное отделение, где она провела и проводилась в течение трех дней противошоковое мероприятие. Но, несмотря на проводимое лечение, состояние больной крови сильно ухудшилось, и она скончалась 8 марта. Причина смерти – это крайне тяжелый ожог и шок. Вчера тело покойное было доставлено в родной поселок. Сегодня состоятся похороны. Жители Родниковки намерены провести независимую экспертизу причин взрыва. Еще до трагедии газовики в составе специальной комиссии не выявили утечек газа из нового газопровода, а сослались на непрочищенные печи в домах поселка. Сельчане же показали газовые трубы, проложенные подо льдом, и указали на то, что именно нарушения при прокладке труб частично повлекли трагические последствия. Для дальнейшего расследования трагедии полицейские ждут заключения пожарных о причине возгорания дома. Оно должно быть передано сотрудникам ДВД в течение дня. В Управлении статистики цен подвели итоги минувшего месяца. За счетный период цены менялись как в сторону повышения, так и в сторону понижения по отдельным видам товаров и услуг. К примеру, в Мугалжарском районе дороже стали мука и крупы. В самом октябре молочные продукты, подсолнечное масло, алкоголь и сигареты. Повысились цены на картофель на 1,2%. Фрукты и овощи свежие повысились на 5,7%. Из них капуста белокочанная на 10,7%. Перец сладкий на 35,8%. Снижение цен из продуктов питания зафиксировано на рис на 0,6%. Муку пшеничную первого сорта на 0,8%. Сейчас на прилавках магазинов продается мука из статфонда. В то же время зафиксирован рост цен на одежду и обувь, мебель, предметы домашнего обихода, крупную бытовую технику и лекарства. На 5% дороже стала электроэнергия, услуги связи, железнодорожных перевозок и междугороднего автосообщения. В то же время стоимость проезда в городских автобусах стала ниже. На 7,4% подешевели бензин и дизтопливом. Сегодня начался прием документов по направлению жилье для всех категорий граждан по линии жилстрой Сбербанка. А в данной программе смогут принять участие граждане, состоящие в очереди на получение жилья из государственного фонда. Прием документов будет проводиться с 10 по 20 марта. Продолжение темы в репортаже Айшат Ибрагимовой. Айшат Ибрагимов Горожане приходят неподготовленные. К тому же не все из них состоят в очереди на получение жилья. А это обязательно условия при приеме документов. На данный момент мы приняли порядком 63 человека. Из них обслужили, где-то приняли, разъяснили больше 150 человек. В основном люди приходят, несмотря на то, что мы заранее давали объявления, ознакомливались с перечнем документов. Все-таки люди приходят неподготовленными. Очень много приходит нам граждан, которые у нас в очереди не состоят. Но мы их консультируем. Тем не менее, документы, к сожалению, принять от них мы не смогли. В этом году по программе кредитного жилья будет реализовано 270 квартир, расположенных в трех девятиэтажных домах в микрорайоне Нурак-Тубе. Итоги будут известны 10 апреля. После формирования списка горожан, которые смогут приобрести кредитное жилье по низким процентам, претенденты будут отправлены в банк для подтверждения платежеспособности. Принять участие в данной программе могут граждане, относящиеся к следующим категориям. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. И социально уязвимые слои населения. Это инвалиды, семьи, воспитывающие детей инвалидов, хоралманы, многодетные и неполные семьи, а также госслужащие и работники бюджетных организаций. Я вот, например, 13 лет являюсь опекуном, 13 лет, пока девчата квартира не светит. Вот и приходится бегать, подсказали, что приехала за 400 километров, например, дети у меня здесь студенты оба. Уже 19 лет, я их годик и 5 лет ребенку воспитываю, 13 лет, а квартиру до сих пор не могу получить. Вот услышала, что с 10 по 20, работу даже бросила. Вот стою сейчас, не знаю, документы зам, завтра на 10 часов, каким он напрямок, этот самый. Я думаю, надо бегать, наверное, а то уже молчишь. Я пришла узнать, как можно получить жилье. В очереди до этого времени не стояла. Услышала, что принимают документы. Пришла получить информацию. Я стою в очереди на получение жилья с 2009 года. У меня дочь инвалид. Мы живем на съемной квартире, хотим получить жилье. Ну вот у меня дядя с ребенком живет здесь, малосемейный. Он работает здесь в троллейвозном парке, в общем. И, как нам сказали, здесь выдают, в общем, по жилищной способности. И сюда пришли, и вот хотели очередь встать или как там. Душа в очереди не стояли? Нет, вообще нигде не было. Ну, сам, как сказать, не городской. Приехал давно. Ну, так, таково, городскую эту систему не знаю. Ну, но водитель автобуса, в общем. Вот эти вот хотели проблему, в общем, решить. Всего по городу в очереди на получение жилья стоят более 16 тысяч человек. В прошлом году жилье по линии жилстрой Сбербанка получило 752 актюбинца. А уже летом этого года 270 обладателей квартир смогут отметить новоселье. К сведению очередников, в апреле планируется прием документов по реализации арендного жилья с последующим выкупом. Айшат Ибрагимова, Алексей Уразов, программа «Факт». В Казахстане собираются ужесточать меры в отношении граждан, которые сдают в аренду имеющиеся у них свободную жилплощадь и не платят налоги. Данная инициатива принадлежит Министерству экономики и бюджетного планирования. Однако, до сих пор особых санкций за эту деятельность не предусмотрено. Нелегальных предпринимателей, работающих на данном рынке, на первый случай даже не штрафуют. Сейчас, пожалуй, только ленивый не сдает в аренду свободную жилплощадь. Однако платить с этой деятельностью еще и налоги пока готовы лишь единицы. Так, по данным полицейских, из 270 проверенных ими квартир только 70 сдавались легально. Остальные 200 домовладельцев предпочли не делиться с казной своими доходами от этой деятельности. Впрочем, отдельные статистики, сколько октябинцев работают легально в этой сфере, никто не ведет. Имеются только общие данные по количеству тех, кто сдает в аренду свое имущество. На данный момент по городу Октябре зарегистрировано свыше 2,5 тысяч налогоплательщиков, которые сдают свои объекты недвижимости в аренду. Это то количество, которое зарегистрировано в налоговых органах. Но в то же время имеется группа лиц, которые не регистрируются в налоговых органах. По данным лиц, в прошлом году работа на нас не проводилась в связи с объявленным мораторием. На этот год запланируем в плане мероприятий совместно с Департаментом внутренних дел работа по выявлению таких лиц и постановка их на регистрационный учет в налоговых органах. При этом, как говорят чиновники, по нормам действующего законодательства особых наказаний за такую деятельность не предусмотрено. На первый случай выносится лишь предупреждение. Затем на пойманных вторично в течение года налагается штраф в размере 8 МРП. В административном кодексе составляется протокол, выносится постановление, но чаще всего мы применяем санкцию без штрафа, просто предупреждение. Если в закон будут наносить ужесточение, как это предлагают в Министерстве экономики и бюджетного планирования, то возникнет необходимость официальной регистрации. Чиновники убеждают, что больших налогов платить не придется, мол, даже кассового аппарата приобретать не нужно. Между тем, для многих такая деятельность – это лишь способ свести концы с концами. Так, по данным тех же полицейских, большинство из тех, кого они выявили, сдают свое жилье в аренду, чтобы расплатиться с кредитами. Полицейские подвели итоги ОПМ. Нетрестовый водитель – преступник, прошедшего в праздничные дни с 7 по 9 марта. За это время было выявлено полторы тысячи нарушений на дорогах, в их числе 51 факт вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, 125 превышения скоростного режима и 5 грубейших нарушений – это выезд на полосу встречного движения. По всем случаям приняты соответствующие меры реагирования. В дальнейшем для недопущения тяжести последствий дорожных транспортных происшествий мы продолжаем эти мероприятия. С 10 по 17 число мы проводим оперативно-профилактические мероприятия «Безопасная дорога». В рамках этого мероприятия также будет уделено внимание на выявление грубых нарушений правил дорожного движения. Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова